Книга «Открытым оком», том 12. Вопрос 2746. Разбор выступлений. Могли бы прокомментировать книжку отца Афанасия Гумерова? Вопросы священнику, как книги Юрасова. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Где вопросы о божественном? По писанию. Отец Афанасий отвечает добротно и не один раз так. Но когда вопросы задают об отношении человека к Богу, тут как подменяют батюшку умученного. Он ни одного места писания не приводит, а ведет по дебрям православной кухни. Так на странице 160 вопрос о молитве за некрещеного. Если бы речь только о некрещеном, но тут ни слова не говорится о вере во Христа у этого некрещеного. И тут же подсунул мнение Льва Оптинского. А если бы с Гумером мы были на необитаемом острове, и он бы абсолютно точно знал, что никогда уже не возвратится в Срединский монастырь, никогда, никогда не будет в храме служить, то неужели бы так вот он бредил и бродил в ответах? Тут два человека. Один знает про Бога вообще по книжкам, и другой ничего не знает конкретно о спасении человека. Учился и подгонял все под патриарха и под свою трусость. Реформы в душе даже боится сотворить. Везде недоговоры и купюры в совести. И потом снова Микина чужих грехов трясет, что и результаты есть от молитвы за таких. Иеремия 23, 28. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывает его как сон, а у которого мое слово, тот пусть говорит слово мое верно. «Что общего у Микины с чистым зерном, говорит Господь?» Иоанна 3, 3. Иисус сказал ему в ответ «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». А на странице 161 по вопросу о миссионерском служении Гумеров стал рупором о галтелой официальной лжи. Что будто вы крестили на Руси после уверования. Причины, где к ненасильственному крещению были следующие. А. Кроткий, неиспорченный и за часом дух русского народа. Б. Русь целое столетие приготовлялась к христианству. В. Апостольский дух миссионеров Восточной Церкви. История Русской Церкви. Филарет Гумилевский. Москва, 2001 год, страница 43, 41-43. Похоже, что вовсе уж на книг рассчитана этакая утка. На странице 198. Отец Афанасий говорит об Елиуе в книге Иова и называет его глубоко верующим. А Златоуст поясняет, что это был абсолютный безбожник. Книжек мусорных много преподают в академиях. А вот Златоуста и не читали, как должно. Страница 164. О христианине, занимавшимся колдовством. Даже если он по неведению и причащался, то ему срок его эпитемии все равно нужно выдерживать. А Гумеров ошибку засчитал за аммистию. Правила Первого Собора, 13. Если же, быв отчаян в жизни, исподоблен причащение, опять к жизни возвратиться, да будет между участвующими в молитве только. В горе низкого пятого. Но если, причастившись к святых тайн, снова возвратиться к жизни, да ожидает исполнения означенного времени, находясь на той степени, на которой был прежде данного ему. По нужде приобщения. Занимающийся колдовством подпадает под непитимию вольного убийцы до 18 лет. Василия Великого правила, 65-72. Гумеров же эдак снисходительно по любвистской практике патриархийных обольстителей отвечает. Поскольку человек уже полгода участвует в таинствах, то назначать теперь и эпитемию уже поздно. В течение некоторого времени ежедневно читать покаянный канун. Ответ Афанасия вопреки смысла, вопреки святых отцов и соборов. За это ему нужно нести самому эпитемию, как развратителю умов ягнячих. Страница 245. Как часто в наше время можно встретить людей, принимающих крещение, но не имеющих желания воцерковиться, начать жить в святой традиции христианства, в которой выкристаллизовался духовный опыт многих поколений. Только это, этот кричащий неевангельский ответ показывает, что Гумеров не рожден свыше, что он живет в ложном опыте, анки, антиевангельских традиций и понятий. Вообразим смещение времен, как вопреки привычек, норм и правил, не с милостью, а с жезлом устремлен. На всех, на христиан, апостол Павел. Он тот же, как Христос, и не изменен. В его руках мандат за подписью Христа. Пришел в наш храм, а там скоты и змеи. Торсянин гневно стал бы всех хлистать, к нему католики, согнувшись, подползают, а он в упор не видит бритых, сытых, они попятились бы к папе задом, задом. К папежников разбитому корыту. Вот куколь, кукольный, с амурчиком ушастым, трясется с бородой, змеиным жезлом, апостол бы его по-братски хряснул. За все канонизации под цергианством мерзким насупился двуперстный старовер. Подружникам отмахивается злобно. Какой бы показали мы пример, не отдувасил бы и нас на месте лобном. Четырнадцать посланий. Это мало? Зачем же мы добавки поднесили, кривясь, пекли на человечьем кали и расписались в собственном бессилии. Сектанты, протестанты всех мастей, с кадилом Озиевым и с его проказой им паспорт выдал сшедший в ад Корей от юности с маразмом, харизматом. Кто похвалиться может, что всюду подражанье, во всем всегда ревнители ревнителю свободы. Не кинулись бы в пост, как киллеры с ножами, признав апостола еретиком негодным. По буквам сматриваюсь Павловы послания, на ощупь, на зубок, на нюх и слух. Пойдем мы с ним. Пойдет ли Павел с нами? Из-за апостольский признает ли наш клуб? 29 марта 2005 года. Игнатий Лапкин.